С этих пор тебе я запрещаю с Фернандо говорить. Во-первых, он не благороден. Оттого мой муж теперь с ним подволит единица супружества. И я в том настою. Запомни, я в том настою. Поверьте, благородство не в бумагах, а в сердце. Не мудрено, что мне Фернандо много прекрасных чувств помог узнать. Когда еще я добавлялась куклой, он, безызвестный сирота, был взят мальмотцом. И с этих пор мы под одной с ним кровли. Жила, как с братом, и бывало. Двоем гуляли мы в горах Костильских. Он был подпора и вожатый мне. И не было на тех вершин от розы, которые для меня не смог бы он достать. Рушистый ветерок, свежее становился. И месяц по нему катился. Перед нами быстрый был поток. Фернандо, чтоб перенесть, взял на руки меня. Но я все оставалась в его объятиях. Помни только я, он странным голосом спросил меня. И Милия меня не любит. Нет. Люблю, сказал я, и из того же мгновения. Люблю его нежнее всех на свете. Нежнее всех на свете. Нежнее всех на свете. Ты много требуешь, Милия. Кто б мог подумать, что такой глупец, такой бесчувственный, чудна природа и это милое небесное создание. Эмилия! Нет! Нет, она не дочь его. Мне скажут благодарность. Благодарность за что? За то, что каждый день я чувствовал, что был рожден я в низком состоянии. Что обязан? Всем, всем тому, кого душою выше. За то, лишь ломать вседневный хлеб, я должен был упреком кольнуть мое встревоженное сердце. За эту благодарность от меня? О, лучше бы от голода погибнуть, чем выносить такие ухаризны. Как он мог узнать мои желания? Странно. Всем, всем, а даже для него малейше не стерплю опять обиды. Полно. Любовь возьмет свою. Любовь возьмет свою. Любовь возьмет свою. Любовь возьмет свое. Любовь возьмет свое. Но не теперь. Но не теперь. Но не теперь. Но не теперь. Фернандо, до меня находят слухи, что ищешь ты войти в мое семейство. Безумец, ты клянусь, все то и делай, что мысль об этом должна оказаться смертной обидой. Желательно, чтобы мои обиды могли вам послужить за ваши. Мои обиды. Глупее же ты. Послушай же меня до сомнения. Как счастлив тот, кто может оказать добро от меня в жизни человеку. Ранить его глупцом в бородке каждый день. Пора тебя узнать, кто ты. На сей поры я содержал тебя, мы как родов. Но с этих пор переменилось все. Переменилось все. Переменилось все. Переменилось все. Я повторю тебя, как ты попал сюда. Слухой однажды шел я из Бургоса, тогда еще только что женился. Уж смерть глаз и соль туман покрыл вершины гор. Иду через кладыще, среди которого стояла церковь, забытая скульпинионами. Мы слышим детский плач, и на пыльце находим бедного ребенка. Кто был ты? Я взял тебя, принес домой и воспитал. Но на чему тебя там положили? И кто родители твои? Бог знает. А я так не хочу и знать. Да-да. Так-да. Совсем-совсем забытый сирота. В великом божьем не одной. Ты не найдешь души, депературе. Ты дал церематрической грудью и не спал на ее коленях. Чужий голос учил мне ровную визгу и пел над колыбелью моей. И пел над колыбелью моей. И пел над колыбелью моей. Уж слишком ты забылся, бродяга. Покажи сейчас, как ты меня молчать заставишь, но не буду тебя применить. Я доверяю в то, что папа, я истокос, обновесник. Покажи, как ты меня молчать заставишь, и ты забыл, что я испанки дворянин. Могу предать тебя в суду за эту обиду. Видишь, что перед собой изображение отцов моих. Кто ж твой отец, кто мать твоя, которая оставила мальчишку в Великой Церкви. Да, видно, уж жидовка, а с христианкой быть его не может. Так что ж, что ж, смирись, жидовская дроги, Чтоб я тебя из жалости простил. Из жалости простил. Из жалости простил. Я пришел проститься. Проститься? Проститься. Первый раз такое слово должно мне печалить. Знаешь ли, я думаю, что был бы счастлив, И когда не с ним было мне проститься, ты будешь плакать. Мне война и мука. Сам виноват, ты не хотела. Кто ж виноват? Нет, я не мог, кричал кинево. Ты знала травму, ты чего писала. Но все шкочено, не говоря о меня. Что сделано, то сделано. Как мне грустно, будто свинец в груди на место сердца. Как вспомнишь, что в последний раз тебя здесь вижу. Слезы остановятся, дыхание редеет. Перестань, взгляни на тихую луну. Как прекрасна луна, как много в этом звуке чувств. Что было, что теперь и что прошло, все в нем соединиться. Кто подумать мог, что та же луна, которая была не мой свидетель, Минуты первой у ручья в горах, ты помнишь, Что та же луна, свидетель, будет Разлуки, нежная эмилия! 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Они с меня не сняли ничего и бросили вблизи дороги. О, это все коварство! Причувствую я, что это лишь начало, а конец, конец! Что вздрогнул я, я не поддамся людям, а лишь в судьбе. А ты оставь меня, папура. Прошу тебя, скажи, где ты его нашел? Где ты его нашел? Пошел к раввину я, он был мне должен, он задержал меня часа с четыре хоть против воли. Ночь уже была темна, и я в сапог засунул свой кошелек. Поэц воров, пошел домой. Луна вставала над болотами, и между гор густой туман дымится. Иду. Недалеко уже отсюда, густым леском. И слышу звук шагов. Все жилки задрожали у меня, и я невольно бросился за куз. Сижу, дрожу. Передо мной была поляна, и метод задарял мне ее лучами. Шесть человек стояли на поляне. Шесть человек стояли на поляне. И слышу. Этой самой дорогой идти он должен ныне. Ну уж не знаю, как он кинжалы наши выдержит. Мне жалко было бы его убить до смерти. Он славный малый, к тому же бедняк. Так, а делать нечего. Как довел нам паттер его отправить в дальнюю дорогу. Едва окончена была такая речь, как вдруг. Я слышу крик и звук кинжала. Он долго бился. Наконец упал, и все они в минуту разбежались. Я различил его черты при свете. Он ранен был легко, он все шептал, но я не слышал слов. Потоки крови бежали на меня. Так я принес несчастного сюда. Бог сделал это чудо! Бог сделал это чудо! Бог сделал это чудо! Бог сделал это чудо! Эмиль отдалека от тебя! Ну а если бы ты милая еврейка была эмильей? Как скоро бы все раны закрылись! Кроме одной! Ну это рано так приятно сердцу! Эмилья! Рад ведь может я умру здесь далеко от тебя! И ты его могилы не найдешь! Я же след на тебя! Замлюет! И ты его могилы не найдешь! И ты его могилы не найдешь! Наконец! 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 От сердца отлегло! Переложу в другое место я подарок паттера царине с письмом его! Согласна я на предложение твое царине! И меня самой не надоело! Но впрочем этим ей немного зла я сделаю! И в милейной верушке приятно быть любимой стариком! Как старым молодым! Затем, что пылкость одного Бесчувствием другого Бесчувствием другого Обыкновенно заменяет! Наскучила Да-да! Не все и равно На нитку привязать медведя И ждать, что он не перервет ее, чтобы уйти! Невольно проболтается язык твой! Нет! Я теперь в таком уж положении, что предо мной смерть И победа на волоске висят! А так как верно, я изберу победу, а не смерть, То все твои мечты напрасны! Все твои мечты напрасны! Я за мою колодку в сеть, и я полезу на тайное свидание, Там будет шайка дожидаться верно! И души схватят и мучат ее! Благодари, мой ум, сори, не он искусен! Ступай, ступай и жди спокойно Свидание вместо гибели своей! А плачешь ты, потрусишь ты, пожмешься, поморчишься! И наслаждение прогонит ужас, после все пройдет! Солдатый мой, уже ли точно мое так дурное предприятие, Что сама я это чувствую? Нет, она счастливее будет у сорей, чем здесь! Когда она ему наскучит, С преданным выдаст замужем ее! Но может так случиться, что Фернандо получит руку бедной девы, Что бы то ни было, я все избавлюсь! Избавлюсь? Избавлюсь! Избавлюсь? Избавлюсь от любопытных глаз! Ай, мой любимец! Бесстрашный будет навещать меня! Будет навещать меня! Я изберу по первому несмеху! Все твои мечты напрасны! Все твои мечты напрасны! Помилуй, помилуй! Я хочу тебя спасти! Хочу тебя спасти! Ах, если бы эта милая еврейка была Эмилия! Эмилия далека от тебя! Эмилия далека от тебя! Перестань тревожиться печальной думы! Она вредит здоровью твоему! Бог сделал это чудо! Бог сделал это чудо! Ах, наконец-то! Эмилия! Любовь села свое! Любовь села свое! Любовь села свое! Вперед! Первая часть показа! Первая часть показа!